Библейский портал экзегет.ру представляет 22 глава книги Иисуса Новина, я читаю перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет. Ну что, вроде бы конец, 21 глава, землю разделили, на дело всем племенам дали, левитам тоже, законы установили, как жить на этой земле. Ну, happy end, счастливый конец. Нет, не совсем, потому что библейская история, она всегда продолжается. Вот очень часто новая повествовательная книга начинается с союза И. То есть, вот то, что было раньше, И теперь. Затем Иисус призвал племена Руима, гады и половину племени Моносии. Я напомню, вдруг ты забыл, что это племена, которые получили свои земли к востоку от Эвердана. И сказал им, вы исполнили все, что повелел вам Моисей, раб Господа. Вы слушали всех моих повелений, долго, вплоть до нынешнего дня вы были вместе с остальными израильтянами, исполняя веления Господа, вашего Бога. Теперь, когда Господь, ваш Бог, выполнил свои обещания, даровал им мирную жизнь, вы можете вернуться домой в свои владения за Иорданом, который дал вам Моисей, раб Господа. Но вы должны строго соблюдать и исполнять закон, выполнять все, что повелел вам Моисей, раб Господа. Вы должны любить Господа, вашего Бога, следовать Его предначертаниям, исполнять Его повеления, хранить Ему верность и всю жизнь служить Ему всем сердцем, всей душой. О чем это? Ну, о том, что они могли бы остаться в своей земле и не ходить воевать, но они пошли, потому что это они обещали Иисусу на вину, и остальным израильтянам, и Моисей этого от них требовал. Теперь они возвращаются, и начинается мирная жизнь, но строго соблюдать и исполнять закон. Тогда ведь мир был очень-очень большим. Сегодня он маленький, летают самолеты, есть всякие средства сообщения, и мы чувствуем себя часть этой глобальной деревни. А тогда ушли они за Иорданом, и там стали жить по-своему. Что-то им показалось, да ну этот закон, сложности с ним одни, давайте как-нибудь вот свое все придумаем. И он с самого начала Иисус на вину именно это и предвидит. Надо сказать, что зачастую именно так и будет происходить, причем не только в Зайу Иордании, в восточной его части. Иисус благословил их и отпустил, они отправились домой. Одной половине племени Моисей дал землю в Башане, это к востоку от Иордана, а другой половине этого племени Иисус дал землю к западу от Иордана, рядом с остальными израильтянами. Еще раз эту информацию, вдруг кто-то забыл. Отпуская их домой и благословляя, Иисус сказал, вы возвращаетесь домой богатыми, теперь у вас много скота, много серебра, золота, медь, железо и одежда, разделите с братьями добычу. То есть вот у вас теперь есть часть добычи от того, что мы захватили в Ханаане. Любопытный эпизод, потому что вообще-то говорилось в самом начале, что в Иерихоне, в Ае они уничтожили абсолютно все и ничего не взяли. И даже человека, а хана, который из Иерихона взял себе богатую добычу, его убили. А получается, дальше вот это все как-то пошло на спад, уже не все уничтожали, захватывали добычу. Да и не всех изгнали. То есть вот был какой-то изначальный порыв, такой очень суровый, я бы сказал, а потом все как-то постепенно размылось. Оно часто так в истории бывает. Расставшись с остальными израильтянами, покинув селом, что в Ханаане племена Рубима, гады и половина племени Моносея, отправились домой в Глааб, в свой надел, которым они владели согласно повелению данному Господом через Моисея. Вот тоже очень важно. Мой надел, что такое мой надел? А это мой дачный участок, мой дом, моя квартира, моя собственность, что хочу, то и делаю. Нет, Господь дал через Моисея. Я жилец в этой квартире, в этом доме, на этом дачном участке. Вот как он определил мне жить, так я и буду. Придя к Гелилоту, что у Иордана в Ханаане племена Рубима, гады и половина племени Моносея, построили там у Иордана огромный жертвенник. Вот прям сразу. Смотрите, в чем дело. Главная черта культа древнего Израиля, что есть только одно место для жертвоприношения. Перед Скини, ну потом возникнет храм, но еще до этого довольно далеко. А тут как? Построили жертвенник. То есть у нас все свое, у нас свой жертвенник, у нас свой культ, у нас свой бог. Так что ли? Слух об этом дошел до остальных израильтян. Они узнали, что племена Рубима, гады и половина племени Моносея построили жертвенник на границах Иоанна. На границе понятно почему. Это знак, сейчас ставят пограничные столбы, на каждом столбе герб государства, правильно? То есть вот наше государство, наша земля. Жертвенник, вот наше государство, наша страна, наш надел. Вот мы здесь приносим жертву своему богу. Интересно, я видел, скажем, на российско-норвежской границе, там еще какое-то время она не была определена, приплывали с юга норвежские мореплаватели, там приходили с востока русские крестьяне, и они строили церковь, вот как только не дошли до какого-то места, они строили церковь, поэтому сегодня пара православных церквей на норвежской территории, там потом по-другому провели границу. Одна церковь даже до сих пор окружена вот таким кружочком, вот ее отдали России, хотя вот рекап, который проходит границу, ее обтекает с востока. Вот здесь то же самое, поставить жертвенник, чтобы показать границу. В Гелилоте, что у Иордана, на Израильском берегу, и тогда вся община Израиля собралась в Силоме, чтобы идти на них войной. Сперва израильтяне послали в Галаат, к племенам Рувима, гады и половины племени Моносии, священника Пенехаса, сына Елизара. То есть смотрите, израильтяне единственное, что умеют, хорошо это воевать. Вот это они прямо научились, захватив весь Ханаан. И они уже готовы действовать единственным известным способом, но сначала все-таки переговоры. Вот тоже очень важно, да? Если ты умеешь воевать, если у тебя есть сила, это еще не обязательно знать, что надо ее каждый раз применять. Вместе с ним отправились десятеры из вождей общины, из разных родов. Каждый представлял одно из племен Израиля. Ну и вот эта вот солидарность, да? Помните, у нас там был список побежденных царей. Царь Иерихона один, царь Айя один, там царь Ливны, Хешбоны и так далее. Один, 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 один. А израильтяне едины. У них нету племя Моносии одно, племя Гада одно, племя Симеона одно. Израильский народ един, но в нем разные племена. И вот тоже очень важный момент. Они стараются сохранять солидарность, доколе это возможно. Всегда есть трения, всегда есть проблемы. И в личных отношениях, и в отношениях внутри народа, общины. Но они ищут прежде всего понимание, а потом уже готовы воевать. Каждый был предводителем одного из родов племени, представлял один из кланов Израиля. Прибыв в Галаад к племенам Рувима, гады и половине племени Моносии, послы сказали. Так говорит вся община Господня. Почему вы изменили Богу Израиля? То есть это не нам лично не нравится, а вы изменили Богу, и мы как его народ, мы не можем с этим смириться. Зачем отступаете вы от Господа, построив свой жертвенник, и вы восстали против Господа? Ну, у вас будет свой жертвенник, свой культ, значит свой Бог рано или поздно. Неужели мало нам преступлений пиорских? Пиор – это место по дороге в Ханаан, где они отпали от Господа. Мы до ныне еще не очистились от этих грехов, за которые всю общину Господню постигла кара. Вы отступили от Господа, сегодня вы восстали против Господа, а завтра гнев его обрушится на всю общину Израиля. Если страна, которой вы владеете, осквернена, то переходите сюда во владение Господа, где стоит скиния Господня, и возьмите себе землю здесь у нас. То есть мы готовы даже поделиться землей. Только что землю поделили по справедливости, по жребию, никто не ушел обиженными, они говорят, ах вы, гады сволочи, давайте мы вас всех убьем. Нет, если у вас там так плохо, ну ладно, мы вам свое отдадим. Ну только не отпадайте. Да вот смотрите, это момент еще невероятной солидарности. Но не поднимайте восстание против Господа, и нас соучастниками не делайте. То есть раз это солидарность, то и ответственность солидарна. Вот у нас сегодня сейчас спорят, надо ли каяться русскому народу, скажем, убийство царской семьи, преступления против разных других новомучеников, которые совершили большевики. Если мы один народ, то на нас это как-то ложится. Но не личная ответственность, но солидарное, скажем так, наследование вот общего прошлого. Да, видимо, существует. Это отдельная большая тема, но вот здесь она говорит, нас соучастниками не делайте. Но что они сделали? Они им объявили открыто, то есть мы с вами не согласны. Давайте как-нибудь по-другому это сделайте. Не стройте себе другого жертвенника вдобавок к жертвеннику Господа, Бога нашего. Ведь когда Хан, сын Зероха, согрешил и нарушил заклятие, имеется в виду он скрыл ценные трофеи из города Ерихона, то гнев Божий обрушился на всю общину Израиля. Многие, не он один, погибли из-за его греха. Там Господь дал победу врагам израильтян, соответственно, многие погибли в бою, хотя они даже ничего не знали. Вот солидарная ответственность, да, то есть народ несет на себе последствия выбора, даже пусть отдельного человека. Племена Рубима Гада и половина племени Моносея отвечали главам кланов Израиля. Ну что они могли ответить? Не ваше дело, у нас тут все свое. Господь, Бог богов, Господь, Бог богов, вот повторяют эту форму исповедания веры. Он знает, в чем дело, и пусть израильтяне тоже знают. Если мы согрешили, восстали против Господа, пусть не защищает он нас отныне. А как же их патриотизм? Мы все круче, мы самое главное и самое правильное. Если мы построили этот жертвенник, чтобы, отступив от Господа, совершать на нем все сожжения, возносить приношение и першественные жертвы, да покарает нас Господь. Нет, мы построили его по другой причине. Мы боимся, что в будущем ваши потомки скажут нашим потомкам, что вам до Господа, Бога израильтяна, племена Рубима и Гада, Господь сделал Иордан, границы между вами и нами, Господь не ваш Бог. И тогда по вине ваших потомков наши потомки перестанут чтить Господа. Вот мы решили построить этот жертвенник, но вовсе не для всесожжения и першественных жертв. Пусть он будет для нас с вами и для наших потомков свидетельством того, что мы тоже можем служить Господу, совершать всесожжение и возносить першественные жертвы. Но это два вида жертв, мы читали в Левите, во второзаконии о них. Теперь уж ваши потомки не могут сказать нашим потомкам, Господь не ваш Бог. Мы решили, если в будущем нам или нашим потомкам так скажут, то надо будет дать такой ответ. Взгляните на это подобие жертвенника Господнего, который воздвигли наши отцы. Оно не для всесожжения и жертвоприношения, оно свидетельство для нас с вами. Но не бывает тому, чтобы мы восстали против Господа и отступив от него построили, вдобавок к тому жертвеннику Господу, Бога нашего, что стоит перед скиней, еще один жертвенник для всесожжения, приношения и першественных жертв. То есть это памятник, это модель. Вот как строится, ну, например, Новый Иерусалим. Это модель храма, гроба Господня в Иерусалиме. Под Москвой Новый Иерусалимский монастырь расположен. Для чего? Для того, чтобы там праздновать воскресение какого-то другого существа, а не Христа? Нет, конечно. А для того, чтобы говорить, вот у нас та же вера, что вот там в Иерусалиме, мы в Иерусалим попасть не можем, но когда его строили, там он был под турками, понятный, туризм, знаете, был очень мало распространен в 17 веке. Но мы строим вот некую копию, даже не копию, а, скажем так, вот подобие, неточная копия для того, чтобы сказать, вот Иерусалим, он у нас тоже. Вот жертвенник Господень, он у нас тоже, говорят эти племена. Священник Пенахас, сопровождавший его вождей общины, главы кланов Израиля, обрадовались, услышав от племен Рувима, гады и Моносея, такой ответ. Священник Пенахас, сын Илиазара, сказал племенам Рувима, гады и Моносея, «Теперь мы знаем, что Господь нас не покинул. Раз вы не изменили Господу, то Господь не станет карать Израиль». Смотрите, они сумели договориться. Вот есть два таких привычных нам крайних состояния, полное безразличие, да пусть делают, что хотят, нас это не касается. И потом всем прилетает. Или, нет, ну мы-то знаем как надо, мы вас сейчас научим. И начинается междоусобная грызня. Нет, они ясно высказали свои опасения и получили вполне внятный ответ и обрадовались, получив этот ответ. А как часто люди, наоборот, злятся, когда им отвечают, оправдывая свои действия, люди, с которыми они не согласны. Мы-то думали, что они гады-сволочи, они объяснили, что все хорошо. Эх, как-то вот неправильно они все равно себя ведут. Расставшись с племенами Рувима и Гады, покинув Галаад, священник Пенахас, сын Элиазара и вожди общины возвратились в Ханаан к израильтянам и рассказали им, в чем дело. Израильтяне обрадовались, они благословили Бога и не стали воевать с племенами Рувима и Гады, не стали разорять их в страну. Племена Рувима и Гады дали этому жертвеннику имя. Они сказали, и для нас, и для вас этот жертвенник будет свидетелем, что наш Бог Господь. Вот солидарность и взаимопонимание, как главное, что должно быть. Потом будет целая книга судей про то, как это все начинает уходить. Но пока что они еще есть. И книга Иисуса Новина, пожалуй, это единственная книга в которой, в Библии, в которой, скажем так, дана полностью главная часть биографии героя. Вот от его вступления в должность вождя израильского народа после смерти Моисея до его смерти смерть приближается. Поэтому нужны еще две главы завершения жизни Иисуса Новина, его заветы израильтянам. Они последуют 23-24. Субтитры создавал DimaTorzok